Самый счастливый день Адама. Дочери Ипика и Фикрета решают родить яде ребенка, но не могут приступить к делу. С другой стороны, Исра убедила своего брата и вернулась в бурсу, чтобы работать. Когда она узнает, что ребенок Фикрета серьезно болен, она хочет позвонить мужчине, но не делает этого. После этого он встает на пути Фикрета и выступает перед компанией, но Фикрета на него расстроен. Отголоски матери Адама, стрелявшей в Фарука, доходят и до дома баранов. Семья в панике, Фарук же хочет пригласить Адама и его жену на весенний пикник. Ведь он спас себе жизнь. Он считает, что семья должна как-то собраться. Конечно, Фикрета сразу начинает ревновать. Они прекрасно проводят время на пикнике. Адам очень счастлив, чувствуя себя членом семьи. Фарук снова предупреждает Акифа о Халиме. Акиф берет документы из рук Халима и угрожает ему ничего не делать в отношении Адама. Саням изо всех сил пытается помирить девушек, но в последней серии девушки уже помирились. Когда мастера не могут закончить ремонт дома, где будут жить Акиф и Саням, Саням решает взять командование на себя. Он говорит, что будет приходить проверять дом три раза в день. Фарук разговаривает с Османом. Его брат рассказывает ему свою историю о Сурее. Пока брат и сестра мирились, на пикнике бурку расстроило желудок. Во время рвоты он вспоминает свою предыдущую рвоту. Он помнит, что сказал Осману о Сурее и что слышал Фарук. Ему становится очень грустно. Вернувшись домой с пикника, он говорит, что пришел забрать свои вещи и возвращает кольцо. Помолвка заключена. Сурея хочет пойти на концерт со своими друзьями в пользу ассоциации. Он убеждает Фарука, но Ипик, который слышит разговор, сначала он рассказывает своей матери, а затем рассказывает Эсме. Эсма звонит в ассоциацию и оказывает давление на то, чтобы вышла другая группа, а не та группа. Поняв это, Сурея идет домой. В то время госпожа Эсма узнала, что у Османа и Бурджу была связь и что ее не разыскивают в качестве президента ассоциации, поскольку она не присутствовала на собраниях ассоциации и ее отношения с Гарипом были раскрыты. Сурея приходит подраться со своей свекровью, но в конце разговора обе женщины обнимают друг друга и плачут. После инцидента в компании Адам смягчился по отношению к Фаруку, который не рассказал полиции, что его мать наставила на него пистолет и обняла его. После пикника с Баран-Ларом он почувствовал, что у него появилась семья. От счастья он еще и говорит приятные вещи своему психиатру. Однако Халим приходит к нему домой и рассказывает все Адаму. Он сказал, что Фарук нашел его и привел, что он выполнил работу, он говорит, что взял документы и держит их в руках, чтобы дергать за ниточки. Адам ломается, думая, что его обманули. Семья Баран снова плечом к плечу этот выпуск невесты из Стамбула был полон грусти и напряженных моментов. Когда Эсма возвращается из однодневного отпуска с Галипом, дома ее ждут плохие новости. Возможность болезни Ады заставляет и Пика, и Фикрета зарыть свой боевой топор. Адам звонит Фаруку и сообщает ему, что его мать сбежала из больницы. Они поставили охрану перед домом. Сурия идет к врачу в плохом настроении из-за выкидыша предыдущего ребенка, состояния Ады и плохих отношений с Диларой. Врач говорит, что состояние ребенка хорошее. Фарук идет к Адаму и просит помочь примирить двух женщин. Оба они везут своих супругов в Стамбул, они оставляют девочек под предлогом того, что у них есть работа. Обе девушки входят в банк, где они впервые встретились. Двое разговаривают и мирятся, мать Адама идет в компанию и разговаривает с сыном. Когда он понимает, что сын снова отвезет его в больницу, он убегает от Адама и убегает. Он убегает от полиции, ожидающей перед дверью, входит в свой дом и берет спрятанный там пистолет. Мужчина из его прошлого оказывает давление на Адама и заставляет его отмывать деньги. Адам беспомощно соглашается. Фарук, который говорит ему остановить этот план, не знает об этом развитии событий. Сурея не может понять, почему никто не остановил Османа. Он спрашивает Фарука, но не получает ответа. Эсма наконец слышит от Бурку, что Осман собирается в Ирак и она остается беспомощной. Когда он слышит, что Фарук узнал о Сурее, он пытается успокоить брата, но ему это не удается. Мать Апика узнает об Эрамане и Смы с Гарипом. Когда он говорит это во время ссоры, Фекрет тоже слышит это и идет к Гарипу, который пришел пожелать ему всего наилучшего. Акиф ведет синема на курсы по беременности. Здесь мы смогли посмотреть единственные смешные сцены сериала. Собираются друзья Сурея и Диляры, но Сурею не приглашают. На следующий день в особняк приходит ее подруга и просит девушку заменить сбежавшего вокалиста. Сурея говорит, может быть, не спрашивая мужа. Фекрет и Пик строят планы относительно Ады, чтобы утешить друг друга у постели дочери. Ночью они спят вместе в одной постели. Когда они идут в больницу сдавать анализы, они узнают, что у их дочери анемия. Будет начато медикаментозное лечение, но если оно не поможет, будет рассмотрен вопрос о трансплантации костного мозга. Конечно, в лучшем случае новый вариант будет родственным. Будут ли у пары накануне развода снова дети? Этот вопрос волнует каждого. Сурея ждет, пока муж закончит работу в компании. Мать Адама входит в компанию и говорит, у моего сына есть новости, я буду ждать его в его офисе и направляет пистолет на Фарука и его жену. Он злится на Фарука за то, что они не сохранили его секрет и передали ему письмо. Когда Адам случайно попадает в компанию, он узнает, что приехала его мать. Немедленно поднимитесь, он спасает Фарука и Сурею в последний момент перед выстрелом. Печаль Адама, сдавшего свою мать полиции, побуждает Фарука пойти к брату. Плачущий Адам обнимает брата и продолжает плакать. Дуэт впервые чувствует себя братьями и сестрами. Отчаяние Османа. В конце последней серии Адам узнал, что его отец всегда хотел его, но мать похитила его и заставила пройти через все это. В конце серии он врезается своей машиной в стену. Его доставили в больницу. Фекрет по праву чувствует себя плохо. Новости приходят к Фекрету на свадьбе Акифа и Саням. Они идут в больницу с Диларой. Адам открывает глаза. Диляра узнает о письме, когда слышит разговор Фекрета и ее мужа. Уфарука перехватывает дыхание. Выблявывая содержимое, мужчина выпаливает, что Сурея знает-то, что знает, поэтому он идет в музыкальную школу и очень сильно ругает Сурею. Дилара идет к психиатру Адама и рассказывает ему о самоубийстве и письме. Он просит женщину помочь мужу. Психиатр немедленно отправляется в больницу. Он обсуждает все свои проблемы с Адамом. Адам смягчается по отношению к Диларе и вечером разговаривает с женщиной. Он просит его дать ему еще один шанс. Эсма, рано сбежавшая со свадьбы, немедленно отправляется в дом Гарипа и ухаживает за больным возлюбленным. Акиф и Саням прекрасно проводят свой медовый месяц. Мурат начинает работать стажером в компании. Они платят детям минимальную зарплату и заставляют носить посылки. Ипик составляет новый план и встречается с братом Исры. Это провоцирует мужчину и заставляет его напасть. Кто-то их фотографирует. Затем он идет и получает сообщение о нападении и угрожает пойти к Исре и посадить ее брата в тюрьму. Исра беспомощно соглашается и говорит, что пойдет к своей семье и вернется, не рассказав Фикрету о том, что произошло. В эту ночь они проведут вместе с Фикретом. Госпожа Иосма отводит ребенка в музыкальную школу специально, чтобы помирить Сюрею и Эмира.